привет друзья здесь демитков юрий ну хочу напомнить что я принял решение о том что переходить к брокеру бкс и сейчас я покажу как я это делаю собственно говоря ничего такого я ну сейчас в открытии вы знаете что открытие закрылась все все активы переведены в тб инвестиции те которые доступны по крайней мере к переводу и к выводу и я что делаю я просто постепенно продаю те активы которые у меня есть в открытии в тб инвестиции сейчас и буду их выводить постепенно в соответственно в бкс ну каким образом просто продаю и просто продаю вывожу деньги в рублях и завожу эти деньги в бкс брокер и соответственно у брокера покупаю ну формирую портфель то же самое делаю вот сейчас у меня как вы видите вот сейчас уже осталось на в тб инвестициях уже совсем мало сегодня я продал яндекс последнюю облигацию вот яндекс я продал здесь с яндексом отдельно немножечко расскажу облигация только что продалась 29 в долларах которые мосбиржа тоже у меня продалась 100 акций и соответственно у меня осталось только облигация открытие fk и op2 которые в общем то она не ликвидная абсолютно ее очень трудно продать я и ставлю просто каждый день на продажу она снимается я снова ставлю на продажу но дело в том что смотрите что значит не ликвидное заявки на покупку 82 83 процента от номинала заявки вернее на продажу это вот моя заявка а заявки на покупку 69 43 но понятно что за 69 я ее не хочу продавать вот здесь если мне удастся продать когда-нибудь и и вот по этой цене то соответственно я куплю ее но явно там по 75 процентов от номинала то есть я куплю ее с прибылью на там ну то есть я сэкономлю деньги и у меня денег станет больше почему я не тороплюсь ее продавать особенно сказать по любой цене скидывать зачем не имеет смысла пусть она лежит в втб инвестициях никаких проблем дело в том что это облигация сейчас я попытаюсь информацию об инструменте дата погашения 27 10 2025 года то есть через год с небольшим она будет погашена и она будет погашена по номиналу то есть она ну в рублях по крайней мере там по условиям не должно быть никаких совершенно потерь то есть сто процентов сто процентов я получу за нее поэтому ну как минимум сто процентов если вырастет значит вырастет поэтому я и в общем-то и не тороплюсь все остальное смотрите потихонечку я ну это евро золото я у меня было 18 грамм золота или 20 я их продал российский рубль сейчас 172 но это на дату т1 на дату т0 сейчас мы увидим 3000 рублей вот почему такая разница потому что но ряд сделок я совершил сегодня вот они значит мосбиржа газ к за 29 в долларах замещающая облигация и и яндекс последние 20 акций я продал сегодня вот они сделки 20 акций яндекса значит облигация газпрома газпром инвестиции в долларах замещающая облигация и соответственно мосбиржа 100 акций я продал сегодня ну соответственно это вот последний стоит это уже структурная облигация какие у меня еще есть активы в открытии инвестиции это мой фонд который куплен на вне биржевом рынке фонд недвижимости ркд 2 там еще 100 тысяч рублей с лишним соответственно ну как его он на вне биржевом рынке ну пусть он будет в открытии инвестиции я его не собираюсь закрывать он там ну приносит прибыль все как положено все как какие есть ну то есть в открытии у меня остаются вот эти вот фонды там ну почти на 200 тысяч рублей вот так что касается бкс ну пока я завел в бкс прямо скажем 500 тысяч рублей вот и вот как выглядит все это дело до счет бкс открывается очень легко по ссылочке значит сейчас вы увидите вон там я так понимаю qr-код как открыть брокерский счет ссылочка там же будет пожалуйста нажимаете и переходите вот на такую страничку там все очень легко введите номер телефона дальше далее и значит соответственно там ну пару минут буквально и все счет открывается это все достаточно легко делается дальше ну здесь это просто сайт бкс вот счет который у меня открыт и вот она как бы портфель я завел сюда ровно 500000 сейчас на 2000 больше как вы видите вот что я сделал смотрите ну вот сейчас заявки смотрите как интересно получается заявки сегодня пока еще мосбиржа 100 штук те которые я продал там в открытии они сейчас здесь покупаются но пока не купились пока не купились я не тороплюсь значит упадет я куплю на пониженной цене с яндексом очень интересно получилось смотрите вот он яндекс покупка 20 штук исполнена по цене 3512 рублей за штуку теперь переходим в открытие брокер и смотрим значит яндекс 20 штук продано по цене 3515 рублей за штуку значит ну мелочь но приятно на самом деле то есть по сколько там по три рубля на каждой 512 я купил по 515 продал да по 3 рубля с лишним на каждой акции то есть ну комиссию по крайней мере я свою наверное купил брокерскую вот так с переводом совсем то есть я продал дороже купил дешевле причем все это сделал за один день ну так вот так получилось вот полюс золото я сегодня купил еще три штуки на 35 тысяч рублей гмк норникель одну штуку купил в открытии раньше я продал у меня две штуки две акции были они сейчас падают я думал что в общем вот она была смотрите снято снято то есть я несколько раз пытался купить ну пришлось купить дороже вот она стала расти покупка акции транс нефть акции привилегированных что это такое ну смотрите брокер бкс рекомендовал купить акции транс нефть говорят что то у них там большой потенциал там 18 процентов роста ожидается я купил и вот она покупка облигации россиям 2028 рус 28 которые я продал в открытии она у была и купил снова в бкс и и тоже по моему там с хорошей ну как бы с небольшой прибылью я ее продал и купил вот она значит несколько раз тоже я ее покупал не получалось золото золото здесь я купил всего 5 грамм соответственно продал 18 или 20 грамм там в открытии было ну вот так вот так вот золотом на самом деле я немножечко не все деньги сюда завел потому что у меня есть еще траты дополнительные там я их прокручу и еще доведу сюда то есть я буду покупать золото покупка газпром капитал значит серия газпром в долларах все вот это вот исполнена по 85 процентов а там она у меня газпром капитал вот она 29 85 95 я ее продал а здесь я ее ранее купил ранее купил по 85 просто ну тоже в общем сказать какие-то денежки в плюсе идут да вот еще рус 28 я несколько раз ставил видите до 7 марта еще у меня в портфеле сбербанк вот сейчас мой портфель выглядит вот таким образом деньги 105 тысяч рублей еще как бы свободные 72 тысячи то вернее 72 тысячи рублей в рублях в золоте 31000 но и в долларах еще 1558 рублей почему потому что рус 28 в открытии она продавалась и покупалась за рубли здесь брокер находится бкс не под санкциями поэтому для того чтобы купить рус 28 я купил здесь доллары я совершенно спокойно здесь могу купить доллары могу продать могу их вывести на счет в бкс банки доллары снять наличные не знаю могу или нет вот теперь что касается акций то есть смотрите вот в деньгах у меня золото тоже считается деньгами 105 тысяч портфеле хотя я считаю что золото это золото доллары это доллары вот ну как бы так теперь акции 5 позиций на настоящий момент у меня то есть пока портфель формируется сбербанк на 60 тысяч рублей соответственно 200 штук акции сбербанка у меня куплены полюс золота привилегированных акций на 16 тысяч полюс золота на 35 тысяч яндекс на 70 тысяч 20 акций и гмк норникель на 15 тысяч всего в акциях соответственно 196 тысяч 548 рублей то есть почти 200 тысяч и в облигациях тоже почти 200 тысяч то есть портфель смотрите сбалансирован 50 процентов в акциях 50 процентов в облигациях но облигации на самом деле непростые облигации валютные то есть валютных облигациях валютных активов у меня то есть газпром капитал это замечающая облигация в долларах и россия 28 это гособлигация тоже соответственно в долларах вот две позиции то есть соответственно меня долларовые позиции 200 тысяч и плюс и плюс золото 31 тысяча, то есть это не рубли, то есть у меня 250 тысяч, 230 тысяч, практически половина в активах не рублевых, то есть это либо валютные активы, доллары и золото, либо, соответственно, облигации. Вот, в акциях 196 тысяч плюс 72 тысячи рублей, в рублях пока портфель вот такой. Что касается вообще сервиса в брокере БКС, ну, на самом деле надо привыкать, конечно, к каждому брокеру, потому что есть какие-то вещи. Вот, в брокере БКС, естественно, можно установить квик, я его скачал, я его почти установил, осталось только зарегистрировать ключи, что-то мне не доходит руки до этого дела. Почему? Ну, первое, почему? Потому что, ну, я его скачал, я думаю, так, скачаю, мне вообще в квике все намного более знакомо, естественно. Вот, я привык в квике работать, но я его не устанавливал, потому что не надо было. Ну, там не было денег просто. Потом я завел сюда деньги в БКС, и получается следующее. Деньги-то я завел сюда, а в БКС есть такая чудесная штука, как терминал. Ну, в открытии тоже сейчас есть терминал, там можно тоже прямо в личном кабинете, вот, заходишь, и через браузер можно все покупать и продавать. Так что, в общем-то, вроде бы как для основных операций квик, терминал квик и не нужен. Понимаете? А можно и через приложение покупать акции, ну, так же, как и в открытии, так же и в БКС, так же можно и здесь. Поэтому я покупал все акции вот прямо здесь. Посмотрите, вот это стакан, стакан цен получается. Ну, он немножечко, конечно, не такой, как в открытии, ну, как бы, не такой, как в квике, но вполне себе стакан, как стакан, стакан цен. Вот он двигается, пожалуйста, здесь, наверное, какие-то настройки есть. Я еще с ними не ознакомился. Здесь портфель мой, вернее, не портфель, это избранные акции какие-то, тикеры. Вот, здесь мой портфель позиции, заявки, одна активная осталась еще, значит, и сделки, которые были совершены, вот они, и когда они совершены. Ну, и позиции, которые есть у меня, вот они. На какой бирже мой экс, и, значит, соответственно, тикер там и так далее, и так далее. Все позиции здесь расписаны примерно так же, как в терминале, вот что я хочу сказать. То есть я настроил вот в браузере систему, как в терминале. Здесь информация у меня, здесь графики. Обратите внимание на следующее. Ну, графики взяты явно из TradingView, из сервиса TradingView, то есть вот, ну, все абсолютно идентично. Также и в приложении открытия в TradingView графики есть. Что здесь, на что можно обратить внимание? Вот на эти штучки. Сейчас я вам покажу. Обратите на них внимание. Вот они, вот эта вот штучка, вот такая вот, как бы цепочка, да, вот она цепочка. Здесь цепочка. И здесь цепочка. Чем она хороша? Тем, что я могу посмотреть, вот видите, здесь график ГМК Норникель, да. Вот сейчас я зайду на золото. ГМК Норникель, есть. Вот он, ГМК Норникель. Полюс золота. Вот, все. И у меня все, все данные, вот они, полюс золота, здесь полюс золота стакан, здесь полюс золота график. Сбербанк. То же самое, значит, стакан Сбербанка. Сбербанка, стакан Сбербанка, график Сбербанка и все. Так что все хорошо. Вот эти вот квадратики, это цены покупки там, где я покупал, ну, те моменты, когда я покупал акции Сбербанка. Вот они. То есть здесь все достаточно информативно. Если я захожу на график, я могу вот здесь вот, скажем, вот так вот раз, да, я смотрю, по какой цене выставить заявку, я могу вот так раз, ставлю на плюсик, и вот она заявка, покупаю. Значит, лимитная заявка, вот по той цене, где я шлепнул, то есть я по графику смотрю цену, количество лотов определяю, там, скажем, 10, вот, и, соответственно, могу выставить заявку. Доступно 170 штук, купить. Значит, соответственно, ну вот сейчас я могу выставить заявку. Я определил здесь торговый пароль, значит, соответственно, вношу торговый пароль и, да, покупаю. То же самое я могу сделать через это самое, через мобильное приложение БКС. В мобильном приложении, надо сказать, что немножечко по другому информации сделано. Ну, как бы вот так. Так, вот у меня появилась новая заявка активная на Сбербанк, видите, да? Вот, количество акций 100 штук, значит, сумма, цена 298 рублей 99 копеек. Вот, вот она акция, вернее, заявка. Я могу ее отменить. Да, отменить, пожалуйста. Ну, то есть полная аналогия биржевого терминала. Все очень хорошо, все очень удобно сделано. Вот. Что мне не хватает здесь? Мне не хватает здесь, ну, скажем, вот, портфель, я не могу, позиции, да? А как посмотреть это в виде диаграммы, как была в открытии? Этого нет ни в личном кабинете, ни в приложении, к сожалению. Еще один момент. Здесь по-другому сделана, как это сказать, информация отображается по-другому, по ряду ценных бумаг. Ну, то есть она, скажем, РУС-28, если я в открытии мог найти по тикеру РУС-28, то здесь, в общем, она по РУС-28 не очень-то и показывается. Вот она. Вот она. Раша 12-75 какая-то и так далее, и так далее. Но она никак не котируется про РУС-28. Но это она. Это именно она. Ну, почему? Вот 130 сейчас от номинала. 130% от номинала это облигация. Ну, то есть, я хочу сказать, что, в общем, ко всему надо потихонечку привыкать, конечно же. То есть есть какие-то свои нюансы. У Финама тоже есть свои нюансы. Но, как бы, вот так вот делаю. Что касается комиссии. Ну, когда я покупаю акции, в общем, комиссии, они примерно у всех одинаковые. Там биржевая комиссия написана, или там комиссия брокера ноль, потому что сейчас пока дается льготный период, там, и так далее, и так далее. Вот. На комиссии я не обращаю внимания, потому что они, ну, грубо говоря, ничтожно малы по сравнению с тем, что, ну, с теми объемами, которые есть. Ну, вот, как бы, в общих чертах такое. Еще один момент, кто-то у меня спрашивал насчет того, что срочные рынки, там, на срочном рынке вроде как большая сумма ГО требовалась. Я выяснил, я спрашивал, это не так. Значит, суть в чем? В том, что надо зайти в профиль и отсоединить срочный рынок от единого брокерского счета. То же самое мы делали в открытии. Значит, просто единый брокерский счет в этом смысле надо отменить. То есть он отменяется непосредственно для конкретного счета, для конкретного срочного рынка. То есть там я взял и отменил его. Я уже не помню где, поэтому сейчас я не хочу показывать, но где-то здесь в настройках. Где-то здесь в настройках он там есть. Я не хочу показывать сейчас это дело, потому что я сразу не найду. Ну, вот такая вот история, такие вот новости у меня. Я перевел активы и сейчас формирую портфель. Портфель формирую, как вы видите, по-прежнему на старых условиях. 50% валюта, 50% рубли. Ну и, соответственно, валюта – это, в общем-то, облигации. То есть валюта, которая растет в основном. Либо золото. В золото, я думаю… Ну, золото сильно выросло с тех пор, как я его купил в свое время. Поэтому я даже не знаю, будет ли оно падать или нет. Наверное, я еще увеличу. Ну, до 10 грамм точно. То есть я увеличу долю золота. Это… Ну, просто дождусь, когда оно упадет. Я не тороплюсь с этим делом. Ну, а в общем, вот такие штуки. Задавайте вопросы, какие будут по обслуживанию, по тому, как все это происходит, как формировать портфель. Я буду дальше об этом еще рассказывать, показывать то, что я нахожу. Потому что я только-только изучаю, на самом деле, ну, нового брокера, грубо говоря. Вот. Поэтому здесь, может быть, я не все еще понимаю. Но если вы будете задавать вопросы, которые интересуют, то я, соответственно, задам их своему управляющему, своему менеджеру и выясню, и расскажу вам, что делать. А на сегодня все. Лайк, подписка. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Не унывайте, ребята. Все будет хорошо. Продолжение следует...